приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра а также удачи во всех ваших делах трудах которые вы запланировали с 15 и по 19 августа 2022 года именно об этом периоде мы сегодня будем говорить в нашем выпуске как всегда начинаем наш выпуск с рассмотрения агрогороскопа на вот этот период с 15 по 19 августа напоминаю время киевское первые два дня в нашем агрогороскопе это понедельник вторник луна убывающая луна будет находиться в знаке овен огненный знак стихия огня и в это время при убывающей луне что можно посеять это кстати третья фаза поэтому мы можем посеять семена сидератов овен покровительствует не всем сидератам а именно зерновым так что хорошее время для посева зерновых сидератов тем более можно весь световой день работать ведь 16 луна без курса будет аж после 23 часов так что два дня для сидератов очень хорошее время а также нас спрашивает времени посадки лука на зелень лук чеснок пожалуйста высаживайте лук на зелень очень хорошо получится для салатиков дальше осенью очень пригодится а вот с рассадой 15 и 16 не работаем это знак стихия огня в овне всегда формируется очень маленькая корневая система но и затем конечном результате мы получаем маленький урожай для любых овощных растений и не только овощных поэтому с рассадой не работаем для цветов актуально сбор семян они сейчас созрели очень хорошие семена собирайте семена и закладывайте их на хранение ну а для комнатных цветов для комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней белокрылка не дремлет паутиный клещ просто в воздухе перемещается потоками горячего воздуха защищайте ваше растение поливы в знаке стихии огня бесполезны растения не воспринимают в это время воду но она не опасна как в дни стихии воздуха поэтому если где-то и польете растение не воспримут воду но и не будет опасности для их жизнедеятельности и это у нас будет 15 и 16 естественно без поливов подкормки не дают результата они только угнетают растения вот сад очень интересный период готовимся к тому что будет 17 но что можно сделать 15 16 подтянуть какие-то дела а какие-то собирать семена декоративных растений а также лекарственные травы собирать здесь можно еще и вершки и корешки лекарственных трав но и собирать урожай для того чтобы его перерабатывать и зеленые операции еще не проводим еще опасно для растений но вот они вот вот уже буквально смотрите два дня осталось подождать 15 16 17 мы можем заниматься зелеными операциями довольно таки там длительный период так что зеленые операции пропускаем в саду и не только в саду но и для всех растений а вот собирать урожай делать различные заготовки сушить замораживать консервировать мариновать просто солить это очень хорошее время это и огурчики и помидорчики то что вы хотите заготовки сделать делайте кроме квашения капусты у меня уже есть просьба подготовить такой агрогороскоп для квашения капусты но это уже будет на сентябрь пока что не делаем эти заготовки хотя можем вот в тельце и заквасить если кто-то желает мы сейчас об этом будем говорить настойки делайте настойки и лекарственных трав и ягодных и плодовых очень вкусные красивые получаются в овне собираем лекарственные травы очень хорошо рыбалка в это время плохая как наш знакомый сказал в овне лучше не выходить на рыбалку будет какая-то мелочь и трата времени единственное что если говорит времени много можно отдохнуть но вот такая у нас информация по рыбалке для комнатных растений овощей актуальна также защита от вредителей и от болезней но теперь переходим к этому периоду прекрасному периоду продуктивному периоду нахождения луны в тельце убывающая луна это у нас еще третья фаза и вот переход из 3 в 4 фаза будет 19 и здесь переход будет в знак близнецы в 15 07 и поэтому мы рассмотрим сейчас только два дня когда можно будет трудиться очень много трудов нужно запланировать и сделать а потом мы рассмотрим день когда уже часть сделать нельзя будет делать итак смотрите 6 часов утра 17 18 все 24 часа что можно сделать прекрасное время и для вершков и для корешков это третья фаза мы проверили хорошо все получается и так можно сеять семена редьки дайкона редиса укропа петрушки и других вершков что касается другие вершки это вопрос был у нас от наших тепличников они еще собираются какие-то вершки сеять да можно еще это сделать чуть чуть позже будут сходы но зато растения будут крепкими и войдут в осень довольно таки сильными и крепкими и здоровыми поэтому вот эти два дня можно заняться посевами вот этих растений семян этих растений для рассады конечно же прекрасное время для посадки пересадки перевалки высаживайте рассаду это среда четверг 17 18 для цветов тоже актуально и посадка и перевалка и пересадка кстати кто комнатные цветы собирался пересаживать кто-то там собирался делить делите высаживайте пересаживайте прекрасное время для того чтобы вот эти дни использовать для комнатных растений и здесь же очень хорошо нарезать черенки и укоренять черенки вот эти два дня 17 18 очень много дел можно сделать и на цветнике и с комнатными растениями поливы вот они прекрасные поливы вода вся будет принята растением подкормки тоже очень хорошие причем и под корень и по листьям вот этот момент наступил подкормки делайте и они будут эффективными для растений в саду очень хорошо вот здесь уже зеленые операции видите я сюда не пишу они у меня здесь внизу этот раздел зеленые операции начинаются в первую очередь зеленые операции наконец-то можно что-то обрезать окулировку делайте в эти вот два дня 17 18 а также нарезайте черенки и укореняйте черенки это очень хорошие два дня продуктивные замечательные дни для садоводов но здесь же можно высаживать закрытой корневой системой саженцы но сразу же отвечаю тем кто хочет пересадку делать сейчас садовых растений не делайте это еще очень рано и я отдельно видео сделаю и отвечу на ваш этот вопрос более подробно и так зеленые операции проводим продолжаем собирать урожай продолжаем заготовки делать настойки собираем лекарственные травы а вот она рыбалка конечно же можно уже начинать убывающая луна прекрасное время и телец немножечко нужно будет внимательно посидеть с удочкой и порыбачить говорит наш знакомый что получается хорошо в тельце рыбалка на убывающей луне так что можно использовать этот день для комнатных овощей вот момент тоже отвечаю сразу же на вопрос кто-то уже делает замену вырастил рассаду и снова же собирается высадить в большие там горшки ведра пожалуйста вот этот момент очень хороший 17 18 высаживайте рассаду вот новые потому что та земля уже истощена растения тоже уже старые взрослые старые они уже не дают тот урожай поэтому вот его если вы вырастили рассаду высаживайте эту рассаду в новые горшки емкости и контейнеры побольше берите и чтобы там была свежая плодородная земля высаживайте можно перевалку в это время делать поливы подкормки все будет полезно для комнатных растений которые чаще всего сейчас сидят на балконе или же в лоджии но кто-то вынес на улицу разные варианты но вот это для этих растений важны вот эти мероприятия а теперь переходим к 19 19 день сложный сразу же скажу переход луны из 3 в 4 фазу это маленькая полнолуние или новолуние стрессовая ситуация будет длиться с момента 7 часов 37 утра плюс минус 12 часов сутки вот этот эти энергии очень сложные для земли для растений для человека поэтому у вас есть весь световой день возможность практически вот сутки и ночь и до конца суток отдохнуть потому что это время сложное это время для отдыха но и затем у нас в 15 на 6 переход в знак близнецы а это время не посевное непосадочное видите наслоилось столько вот этих энергий что мы пропускаем посевы и работу с рассадой ну а для цветов для комнатных растений актуально в это время защита от вредителей и болезней поливы постарайтесь провести всех растений в том числе и для комнатных растений до 12 часов дня затем начинаются энергии стихии воздуха и это опасно будет для полива постарайтесь до 12 часов справиться с этим заданием подкормки естественно подкормки мы проводим вечером а в близнецах подкормки нельзя проводить нет полива а значит без влагозарядки почвы без водички которая очень нужна растения мы не можем заниматься эффективно подкормками пропускаем сад прекрасное время для зеленых операций снова же делаю акцент поливы проведите до 12 часов дня с утра и до 12 а также занимайтесь защитой всех растений от вредителей и от болезней обратите внимание на обработки наших груш яблонь потому что здесь плодожорка сейчас начинает атаки на наши плоды обрабатывайте пожалуйста зеленые операции обязательно можно в это время проводить сбор урожая в это время и в тельце и близнецах прекрасное время заготовки тоже самое делаем за настойки делаем лекарственные травы собираем рыбалка только рано утром близнецах по мнению нашего знакомого рыбака плохо ловится рыба то есть вечером после обеда рано утром надеемся вам повезет и вы будете с уловом для комнатных овощей поливы до 12 часов пожалуйста проведите а также защита от вредителей и болезней очень актуально в эти дни продолжаем наш выпуск а теперь рассмотрим важные дела которые мы можем провести в доме со своим телом а также другие важные задачи которые поставлены у нас 15 по 19 августа 2022 года время киевское итак начинаем рассмотр важных дел но сразу же я хочу на все пять дней объяснить что у нас продолжается очень сложная очень сложные энергии сложная ситуация оппозиция солнца и сатурна это и жара и холод противостояние здесь и ветер и резкие перепады температур все эти дни плюс 15 у нас появляется новое новый аспект тригон марс-плутон если здесь у нас оппозиция солнце сатурн сильное напряжение то добавляется вот этим тригоном очень интересные энергии если нам тяжело нам трудно с этой оппозиции то марс в тригоне плутон с плутоном получает дает нам возможность развить свою сильную волю а также вдохнуть жизнь в собственные дела и в любое дело требующие созидательного труда вот это два дня очень хорошая нам будет помощь естественно в это время очень хорошо изучать естественные науки использовать нетрадиционные знания на благо свое и на благо других людей поэтому вот эти дни как бы дополняется и смягчается энергия она скорее всего отдается энергия для решения вот этих напряженных вопросов сложных напряженных вопросов вот эти два дня можно использовать а далее у нас уже продолжается вот эта оппозиция солнца сатурн будет практически еще долго до конца почти до конца августа вот так работать сильно и здесь же у нас с 17 луна в соединение с ураном с марсом потом луна объединяет тау квадрат марс уран узел энергии продолжают напрягаться на небе но вот даются вот такие очень важные уроки марс и уран создают вот эти сложности но и то же время дают энергии чтобы мы вот эти все задачи свои решили и это время убывающей луны наверное буду писать вот это энергии в первой строчке для того чтобы можно было понять что начинать дела в таких энергетических состояниях просто нет смысла мало того что убывающая луна да еще вот такие энергии с которыми нужно находить общий язык свою жизнь налаживать разбираться с собой с окружающим пространством но и покупки крупные покупки в это время не делаем они тоже могут быть бесполезными или будет даремна трата грошей называться вот это будет такой вариант ну а теперь мой когда мы решили и поняли что мы будем или не будем начинать дела покупать или не покупать как видите я для себя с александром дедовичем определила что в это время мы ничего не начинаем нового продолжаем какие-то дела изучаем экспериментируем но начала не будет и не будет таких крупных покупок с этим мы разобрались идем дальше огонь это очень важная рубрика потому что начинается уже похолодание кто-то начинает камин топить печку вот можно в это время конечно лучше при растущей луне но в данном случае у нас третья фаза и луна находится в знаке овен с одной стороны можно разжигать печку камин дыма не должно быть но если долго не разжигали даже в это время жаркое при похолодании нужно медленно делать вот эти разжигания для того чтобы пробить вот эту пробку в дымаре но а для тех где жарко будьте внимательны из искры возгорается очень быстро большой огонь это время пожаров 15 и 16 для стрижки волос в знаке овен нету времени для стрижки ногтей тоже не делайте этого покраска волос тоже нет пробовала однажды был у меня в жизни такой опыт покрасила очень долго практически все волосы которые были покрашены посыпались но вот пока новые не выросли и пока с ними не работала уже лечила восстанавливала потеряла так что красить волосы в овне не рекомендую а вот мыть волосы можно и даже нужно уход за кожей в знаке овен бесполезен в это время не воспринимается клеточками вот это прекрасная питательная среда которую вы создаете своими руками просто отторжение идет приходится салфеткой вытирать все что готовили сделайте это чуть чуть позже будет эффективно а вот очистка кожи у нас идет продолжается вот с момента после полнолуния у нас уже было в прошлое видео когда мы начинали и продолжается до когда уже будет новолуние мы об этом обязательно сообщим рукоделие в овне бесполезно тесто чтобы получить нужно или добавлять по рецепту чуть больше жидкости или же уменьшать количество муки стирка получается некачественная уборка тоже быстро все высыхает и качество вот если особенно что-то грязное очень сложно отстирать или привести в порядок зато ремонтные работы и проветривание вещей замечательно а теперь перейдем к следующим дням эти дни у нас практически энергии одинаковые за исключением 19 и мы сейчас с вами рассмотрим эти дни это время тельца 17 18 и 19 здесь энергии тельца а значит может быть дым здесь не так быстро загорается если конечно сухое что-то у вас солома сухая то конечно загорится но при разжигании печки или же камина то возможен дым возвращается дым и вот эта пробка не пробивается в тельце чтобы вы знали помнили стрижка волос можно проводить 17 и 18 стрижка ногтей тоже 17 18 вот здесь можно покрасить волосы и корни хорошо покрасятся и сами волосы но помните что нынче время такое что уран заставляет уран в тельце заставляет нас использовать не только для земли натуральные продукты экологию заставляет вспоминать но и о том дает нам знание подсказки что мы должны органикой пользоваться так что лучше использовать органические краски тем более они уже сейчас есть мыть волосы в тельце прекрасно уход за кожей вот этот момент когда питательные вот эти крема которые вы делаете или же маски делаете из овощей и фруктов прекрасно в тельце замечательное время используйте очистка кожи у нас продолжается вот рукоделие прекрасное время чтобы спокойно усесться и что-то новенькое придумать сделать и для того чтобы творить вот это время творения два дня даже три дня но мы чуть позже еще удели внимание дню 19 для теста это норма нормально согласно рецепта все получается хорошо вот здесь можно устроить генеральную стирку и генеральную уборку 17 и 18 хотя это среда четверг но эти дни будут качественные вот эти работы в эти дни проводится а вот ремонт и проветривание вещей в дни тельца это приведет к переделыванию мало того что и энергии мало да еще ко всему качество этой покраски побелки щетки остаются также будьте внимательны здесь очень неблагоприятное время для этого вида работ а также для проветривания вещей тоже притягивается влага неприятные запахи и вещи наши вместо того чтобы они пахли с улицы они приносят неприятный запах и еще один день который мы должны с вами рассмотреть и это у нас день когда мы с вами снова же рассмотрим начнем с огня с печки тоже еще будет дым потому что переход аж близнецах в 15 часов и будут наслаиваться энергии тельца энергии стихии земли на энергию стихии воздуха до вечера поэтому может быть дым стричь волосы при переходе луны из третьей четвертой фазы фазы нельзя это стрессовое время откажитесь перенесите на более ранний период стрижка ногтей тоже в это время не рекомендуется а вот красить волосы мыть волосы можно это нормально будет все пройдет уход за кожей постарайтесь вот эти питательные маски до 12 часов сделать потому что далее стихия воздуха клеточки будут заняты дыханием очистка кожи проводится вот этот период до новолуния рукоделие еще можно делать различные дела вышивки различные вязания все что вы творите делаете все получится хорошо тем более что энергии до 15 часов это энергия тельца затем близнецов она будет наслаиваться до 5 6 часов вечера то есть до 17 18 можно вот это дело и завершить если нужно завершить какую-то работу свое свое творчество для теста это нормально будет стирка постарайтесь до 12 часов уборку тоже до 12 часов дня чтобы получить качественный результат а ремонт и проветривание вещей это делается обычно днем а уже после 15 часов когда еще будут наслаиваться энергии тельца на энергии близнецов лучше эти работы не проводить вот такой агрогороскоп у нас и гороскоп домашних дел а сейчас продолжим наш выпуск а теперь обратите внимание на свое здоровье и так 15 и 16 убывающая луна в знаке овен и в это время уязвимы всегда вот все части головы вся голова это и кости черепа головной мозг сосуды головного мозга центральная нервная система глазные яблоки зрительный нерв слуховой нерв органы слуха органы обоняния и зубы и будьте внимательны в эти дни будут очень уязвима ваша психика да и вся сердечно-сосудистая система в это время большой риск травм и переломов так что двигайтесь медленно и обратите внимание на глаза и зубы категорически нельзя обращаться в стоматологические клиники так как все виды манипуляции в стоматологии будут проходить с большими дальнейшими осложнениями и у меня был такой опыт потом пару лет я имела проблемы после того когда вырвали у меня зуб именно в это время так что будьте внимательны но это еще не все вернемся к важной теме операции луна в овне и нельзя проводить операции на голове уязвимы также кроме зубов и глаза а также головной мозг носоглотка да и все абсолютно органы головы поэтому будьте внимательны все хирургические операции на голове на зубах на глазах и всех органах пожалуйста перенесите на другое время иначе могут быть осложнения которые длятся очень долго и долго после вот этих манипуляций медицинских в это время обостряются радикулиты ревматические боли грыжи позвоночника очень беспокоят артрозы и остеохондрозы 17 18 и практически весь день 19 августа 2022 года здесь очень сложный период также для наших органов головы мы сейчас назовем особо на что нужно обратить внимание потому что в дни нахождения луны в знаке телец уязвимы горло шея глотка миндалины а также те органы которые уже ниже идут это бронхи щитовидная железа пара щитовидная железа эндокринная система язык нижняя челюсть поэтому в эти дни а именно 17 18 и 19 августа в тельце нельзя проводить операции на горле на зеве на гортане на щитовидной железе и на пищеводе а также нельзя удалять гланды тоже большая опасность и осложнения в будущем периоде также могут в это время возникнуть проблемы с сосудами то есть атеросклероз трамбофлебит а также обостряется в это время ишемическая болезнь сердца на что обратить внимание обратите внимание на область шеи возможно в это время защемление нервов пережатие сосудов позвонками в области шеи одним словом в эти дни в этот период с 15 по 19 августа берегите голову и тот орган на котором находится крепится голова шея а также уже подошло время для того чтобы позаботиться о нашем пищеводе вот такие важные задачи ставят нам овен и телец для того чтобы мы сохранились свое тело в здоровом состоянии вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск его подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик мы желаем вам мира и добра здравия вам и здравия вашим родным и близким благодатной вам погодой в эти прекрасные дни тельца которые приближаются дни продуктивные плодородные для многих дел удачи вам в этих делах успехов во всех ваших запланированных трудах мы прощаемся с вами всего на всего до следующего видео пока пока удачи удачи Продолжение следует...